Девушки отдыхают Когда захочет и отнять у меня Ладно, мы с Джим Шитом поженились К тому же не так, как ты У нас настоящий брак Вы поженились? Ты и Джим Шит? Я не понимаю А тут нечего понимать, Ильяс Мы этим утром пошли и поженились Ты... А зачем тебе ни с того ни с сего выходить за Джим Шита? А почему бы и нет? Вдобавок, какое тебе дело? И ты все это время дурачила меня? Ты меня обманывала? Успокойся, успокойся Ильяс! Я не успокоюсь Я убью тебя Пусти меня Отпусти руку Не трогай меня, мерзавец Уходи отсюда Ты достаточно огорчил девушку Уходи Не вмешивайся в это дело Не вмешивайся Она теперь моя жена Будь вежлив с ней И не нарывайся на проблемы Понял? Пусти, подлый гад Хватит, Джим Шит Довольно Стой, оставь его Ладно Теперь все кончено Кончено Ильяс, успокойся, сынок Не делай того, о чем потом пожалеешь Успокойся Угомонись Своих ошибок ты не замечаешь Зато приходишь и устраиваешь скандал Оставь, наконец, Асия в покое Хорошо, я ухожу Ладно, я ухожу Теперь Асия для меня не существует Ильяс Ильяс, что ты делаешь? Что ты делаешь? Перестань Прочь с дороги Прочь Ильяс Пусти Асия, ты с ума сошел? Отойди Ильяс Пусти Я не позволю этому мерзавцу Простить моего сына Прочь с дороги Ильяс, отдай мне его Отдай Пусти меня Дай пройти Джим Шит, подожди Прошу тебя, постой Не трогай его Джим Шит, остановись Остановись, пожалуйста Прошу тебя Ильяс Выслушай Ильяс, посмотри на меня Выслушай меня Ему сейчас очень страшно, ясно? Отдай его мне Отпусти моего сына Я тебе потом его привезу Он наш сын Давай, Ильяс, отдай, пожалуйста Прошу, Ильяс Я нужна ему Ты знаешь Пожалуйста, отдай его мне Я умоляю тебя, Ильяс Не делай того О чем потом пожалеешь Ведь ты любишь Евсына Отдай его мне Отдай, пожалуйста Пойдем Тише, маленький Не плач Не плач, малыш Тише 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 Ну давай, ответь Как будто мне очень хочется поговорить с тобой, господин Ильяс Ну как знаешь Слушай, Омер Алло, Суна Послушай, случилось Нечто ужасное Что? Что ты говоришь, Омер? Состояние Хелин тяжелое? Где вы? В какой больнице? Хорошо, я сейчас же займусь этим Ты ни в коем случае не отходи от нее Что случилось с госпожей Хелин, госпожа Суна? Она попала в аварию Ее увезла скорая Господин Омер говорит, что состояние очень тяжелое Дилан, срочно звони доктору Махмуду Расскажи, что случилось Пусть договорится с подходящими хирургами На дочка Сделай пару глотков Отвезем мимо Ильясу на эту ночь Его горе и утрата очень велики Пусть он хотя бы найдет утешение в сыне Увезем на эту ночь А завтра заберем Тогда его гнев утихнет Он не должен обозлиться Решить, что потерял сына Господин Джимшет Отвези нас к нему Мы отдадим мальчика и вернемся Дочка Да Ильяс очень разозлился Он подумал, что потерял сына Отвезем его на эту ночь Давайте, давайте соберемся Да поедем Как ее состояние, господин доктор Пока еще слишком рано говорить о чем-либо Пациентка без сознания У нее много переломов Кроме того, она потеряла много крови Сейчас ей делают переливания К тому же до сих пор существует опасность Повреждения мозга И внутреннего кровотечения Сейчас мы пытаемся стабилизировать ее состояние После этого будет проведено тщательное обследование Послушайте, госпожа Хелин очень важный предприниматель Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах Можете не сомневаться Алло, Джим Выслушай меня Делай, что хочешь, но немедленно найди Ильяса И привези его в больницу Слышишь? Срочно Ильяс на мои звонки не отвечает Хелин попала в очень серьезную аварию Она в критическом состоянии Что за напасти? Усманчик, а я думала, что ты умный мужчина Ты до сих пор не понял? Я ведь все это делала, чтобы вызвать у тебя ревность Хочешь сказать, что все это было кокетством? Ты вышла замуж за Тахира Крутила шашни с Омером Только чтобы заставить меня ревновать Да, Айча Так это было кокетство? Ну и ну, что я за мужчина? Прости, я поправлюсь Что ты за женщина? Ты сломала себе жизнь, чтобы вызвать у меня ревность? Но зачем ты так беспокоилась, Айча? Все, хватит, уже ночь Ты же не здесь меня разместишь? Каков твой план? Господи, вставай Ладно, ладно, поднимайся Вставай Вот наказание на мою голову Ипек и так очень вспыльчивая женщина К тому же, зачем ты говоришь в ее присутствии всякие глупости? Послушай, я не несу ответственность за свою жизнь, запомни Я говорю, что у нас большие проблемы, ты не понимаешь? Куда мы пойдем? В ад Ясно? Ладно, пошли скорее Не будем здесь задерживаться Эй, Джишхун Да? Не забудь запереть магазин Хорошо, шеф? До свидания Всего хорошего До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Мы здесь остановимся Прошу прощения, госпожа Ича Не обижайтесь Если бы вы предупредили заранее Мы бы вам расстелили красную дорожку Но все случилось так неожиданно, простите Но там внутри вас ждут с хлебом с солью Если мы сейчас же не выйдем из машины, жители заставят нас съесть пуд соли Давай, Ича, скорее Осман, что я потеряла в отеле? Почему мы не едем к тебе домой? Из-за вашего кокетства я оказался абсолютно голым и босым Большое спасибо Поэтому мы не едем домой Никакого дома нет Послушай, не беси меня Осман Я тоже живу в отеле А так мы будем жить вместе? Размечталась Я тебе сниму самую заброшенную дальнюю халупу Клянусь Выходи, выходи, я замерз Скорее, Ича Сынок, завери чемоданы И отгони машину Все, пошли, Ича Заходи Субтитры создавал DimaTorzok Сынок, сынок Смотри, кашка готова Да, сынок, накорми мальчика Давай Ильяс, зачем они принесли ребенка так поздно? У него что, нет матери? Разве такой маленький может обойтись без мамы? Его мама вышла замуж за господина Джимшита, мама Я считаю, что ему теперь не пристало жить с матерью Ешь, ешь, сынок Ешь, малыш Я поехал к ней Сказал, что забираю ребенка Что теперь он будет жить со мной Но он очень плакал, и я не смог его забрать Потом его привезли Думали, что так успокоит меня Чтобы я не бесился И не отнимал у них ребенка Но ничего, они останутся с носом Ребенок больше не покинет этого дома Ешь, сынок Молодец Добрый вечер Ильяс Ты должен срочно ехать в больницу Что случилось? В какую больницу? Мы с самого утра звоним тебе Ты не слышишь телефон? Хелин попала в страшную аварию Ее состояние критическое Ну да, конечно, как же В этом сезоне сериала придумали такую фишку Но у нее ничего не выйдет Потому что все это известные приемы Неужели и ты стал орудием в их играх? Братишка, на этот раз это правда Хелин попала на мотоцикле под грузовик Ты это видел собственными глазами? Нет Ильяс Собирайся, сынок Мы поедем в больницу к Хелину Не напоминайте мне об этой женщине Пусть подыхает Я больше не желаю слышать ее имени Даже о ее смерти мне не рассказывайте Не желаю Джем, давай, сынок Тогда ты меня отвезешь Скорее Давайте, давайте, поезжайте Не опаздывайте на спектакль Прекрати, Ильяс Брат, я не поняла Это тоже притворство? Ну, конечно Я теперь раскусил эту психопатку Она плетет новую интригу Каждый раз, как только ее прижмет Но я больше ни на чью удочку не попадусь Ешь, сынок Вот, молодец Еще ложечку Молодец В общем, Аднанчик Ситуация такова У госпожи учительницы Айчи Даже неудобно говорить Произошла неприятная ссора с ее мужем Вот я и подумал Ну, что такого В семье случаются такие вещи Ну, а я с госпожой учительницы Айчо И дружу уже очень давно Я сказал Такое бывает между супругами Сказал У меня есть друг Аднан А у него очень чистый и приличный отель Так что приходите И мы приютим вас у него Пока не утихнут страсти И пока вы не помиритесь Вот я и взял госпожу учительницу И привез сюда Аднан Вот, собственно, и вся история Здравствуйте Здравствуйте Все Я покажу вам номер Госпожа учительница Айчо Прошу туда Нам в ту сторону Благодарю Еще раз спасибо, Аднанчик Сочтемся Ах, Усман Ты никогда не поумнеешь Ты пришла, дочка? Еда готова Я не буду есть Сразу лягу Что случилось? Ничего, мама Немного болит голова Это Эпек пришла? Да Где она была так долго? Ну, откуда мне знать У нее болит голова Садись Еда готова Возьми хлеб Эпек Все нормально, дочка? Да, папа, нормально Не заходи Я одеваюсь Немного голова болит Я рано лягу спать Хорошо Спокойной ночи, дочка Будь ты проклят, Усмана Ты до сих пор встречаешься с ней Никак не бросишь эту женщину Идем, Суна С приездом, скорее Хелин Зачем ты это сделала? Полицейские говорят, что это похоже на самоубийство Это правда? Зачем ей убивать себя? Конечно, Ильяс пришел в ярость Когда узнал, что вся эта история с болезнью была фарсом И бросил Хелин И Хелин, естественно... Погоди минуту О чем ты говоришь? Разве Хелин не была больна? Прекрати притворяться, Суна Не может быть, чтобы ты не знала Что я знала, Умер? Не говори глупостей Сколько уже Хелин ждет, что она умрет? Ах, Хелин Это как раз в ее стиле Поэтому здесь нет Ильяса Ну, Хелин Что это за любовь такая? Я Тут хорошо Ну вот Я не преувеличивал, правда? Конечно Наконец-то мы остались наедине Давно этого не было Я соскучилась по тебе Айча, ты отдохни немного Я кое-что сделаю и приду Я быстро Что ты сделаешь, Усманчик? Мы же закрыли сегодня магазин Мне нужно отдать одна на счета Я закрою счета, отдам их и я приду Послушай, я приду, я скоро Ну, Айча, ну, Айча Ты насильно втягиваешь меня в грех, честное слово Потом придется разбираться с Каланчо и Тахиром Еще с кем-нибудь разбираться То с тем, то с этим Боже мой Но кто виноват? Я И почему? Потому что я слабый Я слабый, теперь понятно Я питаю к этой женщине слабость У меня есть слабое место И она постоянно на него давит Так и подмывает Взять и уйти Взять и уйти У Смана думайся Не поддавайся Не смей, Усман Не поддавайся Умер За что нам такие горести и несчастья? Что говорят врачи? Я их еще не видел Суна Бедняжка Как это случилось? Джам Ильяс не приедет? Он не верит Говорит, что это тоже спектакль Его можно понять после всей этой лжи? Господин Махмуд Как ее состояние? Ее состояние мы стабилизировали Но она постоянно теряет сознание Мы сможем сказать что-то конкретное Только когда она придет в себя Только бы с ней все было хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Значит так получается? Все кончено, Асие Я не позволю этому типу воспитывать моего ребенка Теперь Мимо будет жить со мной Желаю вам счастья А если он не вернет мне Мехмеда? Тише, сынок, тише Все, все, все Я заканчиваю Не куксись Погоди Мама тоже нашла, когда уходить из дома Давай Раз она до сих пор не вернулась Значит там все плохо Что скажешь? Нет, Хелина обманула маму Эта маньячка опять все обставила Капельница, актеры, врачи Давай, сынок, тебе пора засыпать Давай-ка, давай Давай, сынок Иди ко мне Вот так Он у тебя никогда так не заснет К тому же Ну что ты понимаешь в детях Отвези завтра ребенка его матери Ты думаешь, что мама сама сюда приедет? Сибель, ложись спать Можно подумать, ты разбираешься в детях Иди спать Давай Тише, сынок Иди Хорошо, брат Как хочешь Делай, как тебе заблагорассудится Делай, как хочешь Закрывай глазки Ну что ты на меня так смотришь? Засыпай Что случилось? Где я? Вы в больнице Вы попали в аварию Вы помните, как это произошло? Хорошо А вы можете сказать ваше имя? Мне очень больно Вы не могли бы сказать номер комнаты Османа Баеклы? Хорошо, спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дуба Осман Это я Открой дверь Субтитры Алексею Дуба Новости неважные, госпожа Суна Пациентка не осознает происходящее У нее потеря памяти Какой ужас Что теперь будет, господин доктор? После томографии нам нужно срочно ввести ее на операцию Но нам нужно согласие члена ее семьи Кто-нибудь может расписаться в бумагах? У нее есть муж Я сейчас позвоню А вы делайте, что нужно, господин доктор Мой сын скоро будет здесь Хорошо В документах нужно расписаться еще до начала операции Не плачь, сынок, не плачь Тише, тише Алло Ильяс Мама, что надо? Что надо? Я уложил мимо Он проснулся из-за тебя Сынок, ты еще спрашиваешь, что надо? Твоя жена умирает Она на самом деле в критическом состоянии У нее затуманенное состояние Ее не могут забрать на операцию Ты должен приехать и расписаться, как ее муж Мама, с плохими людьми ничего худого не случится К тому же поскорее возвращайся домой Я абсолютно уверен, что через час она поправится И предстанет перед всеми нами Помяни мое слово Сынок, прекрати издеваться Она действительно в тяжелом состоянии Она на мотоцикле попала под грузовик Ужасно разбилась Я прошу тебя, Ильяс, приезжай скорее Хорошо, мама Ладно, так и быть, я приеду Проклятие Только Хелин с ее аварией здесь не хватало Если эта история окажется фарсом Клянусь, я собственными руками задушу эту женщину Достало Кошмар Сибель Сибель, ты спишь? Сибель Сибель Послушай, я еду в больницу Мимо снова проснулся Побудь с ним А что случилось? Как много ты задаешь вопросов Как много вопросов? С ума сошел, что ли? Мимо? Племяшка? У нее много осколочных переломов На коленную чашечку необходима пластина Простите Пришел муж госпожи Хелин Прошу А мы ждем вашей подписи Вот здесь Доктор Операционная готова Мы можем сразу же пройти в операционную Не теряя времени Нас ждет долгая работа Мы ждем хороших новостей Хелин заплатила вам хорошие деньги? Чтобы вы разыграли этот спектакль Я хотел спросить Врачам недостаточно платят? Или вы, наверное, актер? Взяли в больнице разрешение Сославшись на то, что снимаете сериал Понятно Сынок Господин доктор, прошу вас, простите Он не знает, что говорит от огорчения Ильяс, не кипятись Ты же видишь, все обстоит иначе Да я уверен, что это не так Уверен Ребра раздроблены на куски Ноги разбиты в дребезги Ты знаешь, сколько будет длиться операция? Они говорят о 4-5 часах В операции участвуют 6 врачей Они еще даже не знают Насколько поврежден мозг Даже не смей больше разговаривать со мной, ясно? Пусть ваш Ахелин поправляется Но больше не смейте мне звонить по этому поводу Ильяс, погоди Подожди минутку Субтитры подогнал «Симон» Сынок Тише, тише Где ты был? Ребенок умирает от голода А где мне еще быть? Я возился с проделками Хелин Как она? Она непотопляемая, честное слово Смотри, я накупил вещей Тут у нас бутылочки, детское питание Накормим этим, хорошо? Ребенку нужно есть в 6 Давай позаботься о нем А я хочу спать Пойду лягу А как же я, брат? Он поспал 2 часа и забыл Я тоже хочу спать Я вообще не спала Он уснет, когда поест Я посплю пару часиков И сразу встану Хорошо? Подгузники я тоже купил Сам занимайся своим ребенком Брат! Нет слов Хорошо Если придет Исия, я отдам ей ребенка и все Алло Дядя Джумшит, ты дома? Я могу приехать? Мне очень плохо Я с ума сойду, если ни с кем не поговорю А что случилось, Нахир? Мы опаздываем Ты видишь? Сначала накроем завтрак в ресторане А потом начнем заниматься делами Скоро начнут стекаться посетители Хорошо, дядя А я схожу к Ассие Ассие Я не хочу Вы едите? Так нельзя Ты со вчерашнего вечера ничего не ела Она всю ночь не спала Пусть отдыхает, бедняжка Пошли Доброе утро, господин Джумшит Доброе утро Как Ассие У себя Не в настроении Я схожу к ней Я знаю, что ее гложет Мы поедем и заберем Мимо И у нее настроение поднимется Надеюсь Пошли, дочка Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Как ты? А как мне быть? Собирайся Поедем, заберем Мимо Всегда так будет, Джумшит Моя жизнь так и будет проходить в ссорах и скандалах Иногда так и хочется забрать сына И уехать отсюда А потом я думаю Мой сын будет расти без отца Нам с Ильясом нужно разрешить наши проблемы И что ты собираешься делать? Пока не знаю Но я думаю Это Тахир приехал Мы хотели посмотреть аккумулятор Хорошо Дядя Джумшит Как дела? Пойдет Что с тобой случилось? Какие-то проблемы? Мы разводимся А ты как? Что нового? А я женился Вчера вечером приезжал Ильяс Ситуация запутанная Как это? На ком ты женился? Настя Идем, я тебе все расскажу Видимо, у нас у обоих дела неважные Идем, идем Поговорим немного ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА